12 июня 1991 года проводится опрос о перенименовании вашего основного города. Ровно 30 лет назад состоялось одно из важнейших событий в современной истории нашего города. Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. Эта дорога заняла 77 лет. Все решалось с помощью опросных листов. Вот такой бланк небольшой, буквально с ладонь. И очень простой вопрос. Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия? И два варианта ответа. Либо да, либо нет. Тогда голоса ленинградцев распределились почти поровну. Всего 54% за Санкт-Петербург и целых 46% за Ленинград. А как жители нашего города проголосовали бы сегодня? Вот и проверим. Ну да, за Санкт-Петербург. А почему? Потому что он Санкт-Петербург. Святой Петербург. Звучит круче Санкт-Петербург. Да, он нет все-таки. За Ленинград? Да. А почему? Не знаю. Маленький приезжал сюда, Ленинградом назывался. Привычки так. Да, за Санкт-Петербург. Вы за Санкт-Петербург? Да. За Ленинград. Вы меня спрашиваете? Даже мэр Ленинграда Анатолий Собчак поначалу сомневался. Иногда даже открыто высказывался против. Поддержал результат народного голосования только накануне августовского путча. Вы знаете, у каждого города есть свое исконное имя. То, которое было дано ему при рождении. А при рождении нашему городу было дано имя Санкт-Петербурга. Это и не случайно. Близкий друг мэра Ленинграда Юрий Новолодский рассказывает, что Анатолий Собчак поддержал переименование только тогда, когда убедился, что это решение самих горожан. Это была настоящая политическая авантюра. Советские законы вообще не предусматривали такую процедуру. Референдум о переименовании города. Если бы на месте был человек, который очень строго относится к закону, он бы сказал, ну, это была не совсем законная процедура. И я могу сказать, это была не совсем законная процедура. Но, извините, законы вот на таких переломах – это хлам. Потому и распался СССР. Потому что законы того периода превратились в полный хлам. Основатель Петербурга наверняка бы оценил политическую смелость потомков, сражавшихся за историческое имя нашего города. Он ведь и сам переступал через законы старого времени, чтобы создать новую Россию. Разумеется, Петр I назвал свою столицу Санкт-Петербургом не в честь самого себя, а в честь святого апостола Петра. Царю-реформатору не нужна была земная слава. Он целился в вечности. Даже когда наш город только строился, и здесь по большей части были непроходимые болота, Петр все равно в письмах, внизу страницы, делал приписку из парадиза, то есть из рая. Площадь искусств до революции Михайловская площадь, классический Петербург в миниатюре, образцовый сад, вокруг неповторимый ансамбль, Михайловский дворец, Михайловский театр, театр музыкальной комедии и академическая филармония имени Шостаковича. В советскую эпоху все эти храмы искусств были переименованы из петербургских в ленинградские, и получили ордена Ленина или Трудового Красного Знамени. Даже с самой площади дали имя немецкого социал-демократа Лассаля. Но революционный дух тут не прижился, рассказывает музыковед Иосиф Генрихович Райскин, представитель той самой ленинградской интеллигенции. Ленинград – это вот такой замаскированный Петербург, или это в пику Петербургу? Нет, мне кажется, что Ленинград никогда не был антиподом, антитезой, никогда не был то, что вы сказали, в пику Петербургу. Ленинград – продолжение Петербурга. Это просто вот под новым именем сохранилась вся культурная сущность того, что мы теперь называем культурной столицей России. Петроград, Петербург переименовывают еще при Николае II. Россия вступила в Первую мировую войну в стране антинемецкие настроения. Спустя еще четверть века наш город, уже названный в числении, станет символом мужества и стойкости в схватке с теми же немецкими захватчиками. Блокада, к слову, станет главным аргументом защитников названия «Город-герой Ленинград». Есть листовки, есть статьи газетные, где была определенного рода издевка, что вы хотите медаль за оборону Ленинграда переименовать в медаль за оборону Санкт-Петербурга, что вы хотите назвать блокаду не ленинградской, а петербургской. Родственники переименования говорили, что вы хотите опорочить имя тех людей, кто умер в Ленинграде, защищая именно Ленинград, а не Петербург. Петербург после войны отвоевал часть исторических названий. Стал Женевский снова Невским, а не проспектом 25 октября. А Дворцовая площадь Дворцовой, а не площадь Юридского. После возвращения городу исторического названия в 90-х, ленинградские топонимы и вовсе должны были практически полностью исчезнуть. В историческом центре так точно. Но даже сегодня два великих города делят улицы 5-миллионного мегаполиса. Такого города, как Санкт-Петербург, сегодня уже не существует. Есть 5-миллионный Ленинград. 10 улиц за площадью Восстания до революции назывались Рождественскими, потому что раньше здесь была церковь Рождества Христова на Песках. Да и сам район так назывался – Пески. В советскую эпоху церковь снесли, и улицы стали советскими. Год назад храм воссоздали по чертежам, но здания вокруг уже сталинские. Их отстраивали после войны. Когда эту церковь воссоздавали, на самом деле не все, скажем так, были за. То есть некоторые были за сквер. Там бабушки, дедушки по нему гуляли, возможно. И вот до сих пор поэтому в одном из сталинских домов мы можем видеть знамя Победы, вывешенное. Насколько мне говорили, это связано с таким вот противодействием некоторым. А вот мы помним о советских улицах, в советском времени, когда здесь был именно сквер. Мы можем предположить, что там живет человек, который до сих пор живет в Ленинграде. Скорее всего, да. По крайней мере, в душе у него действительно Ленинград. Об историческом названии этого района, Пески, кроме восстановленного храма, напоминает еще и этот крохотный Песковский переулок, расположенный, к слову, прямо напротив главного железнодорожного вокзала города, который сейчас Московский, а до этого был Николаевский, а потом еще и Октябрьский. Да и близлежащие улицы так и остались советскими. То есть это две, нет, даже три эпохи в одном квартале. Петербург в Ленинграде и Ленинград в Петербурге. Ленинград, если присмотреться, никуда за 30 лет не исчез. Есть Ленфильм, Ленэнерго, Театр Ленсовета. Все знают, что Довлатов и Бродский – ленинградские писатели. И рок-клуб тоже ленинградский, никакой другой. Эта эпоха осталась с нами, только как и мы поменяла прописку. Итоги нашего мини-референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург спустя 30 лет. Как и ожидалось, абсолютное большинство опрошенных за историческое название – 97,5% и только 2,5%. Ну, то есть один человек за город-герой Ленинград. Город святого апостола Петра или город-герой Ленинград – это не просто топонимы. Это две эпохи, и сегодня существующие в одном времени и пространстве. В конце концов, как именно называть наш город, каждый решает сам. Александр Лисицын. Пульс города. Александр Лисицын. Пульс города.